Здравствуйте! Вы смотрите Прилюдно. Выборы в местные органы власти все ближе и тем больше интерес к тем, кто отвечает за их организацию. Я говорю о Центральной избирательной комиссии. Сегодня у меня в гостях ее председатель Юрий Чукан. Как конкуренты жалуются друг на друга? Жалуются, да, это нормально. Как обычно? Как обычно, без исключений. Нет никаких здесь особенностей? Ну, жалуются, и нам кажется, что это нормально, и что это часть избирательной кампании, часть предвыборной борьбы в целом, когда избирательные конкуренты, они, конечно, заботятся о продвижении своего имиджа, но в то же самое время внимательно бдят, что делают конкуренты для того, чтобы вовремя пожаловаться или вовремя попросить наложение каких-либо санкций. Ну, вот вопрос о деньгах. Вы просили в самом начале кампании больше, по-моему, на 30 где-то миллионов, чем вам предоставили. Да, мы просили 90, нам выдали 65. Ну, хорошо, да. То есть где-то близко. Хватает денег, все в порядке? Или как вы? Ужимаетесь? Вы знаете, мы максимально экономили, но все равно тех 65 миллионов не хватило, поэтому мы обратились в правительство с просьбой выделить дополнительное финансирование. Выделили? Обязательно. Почему? Потому что избирательный кодекс очень четко говорит о том, что если выделенная сумма является недостаточной, то разница необходимая покрывается из резервного фонда правительства. Поэтому мы не беспокоимся на эту тему. Толи с финансовой точки зрения прикрыты, поэтому мы занимаемся организационной работой. Да, я верю, что организационной. На днях вы встречались с прессой, я читаю, что Юрий Чукан сказал, что к выборам Центральная избирательная комиссия полностью готова. Однако он по-прежнему считает, что хорошо бы, чтобы дата местных выборов была фиксирована, чтобы назначили какой-то день, чтобы мы не работали в таком стрессе. Было такое? Было, но не речь идет не о нашем стрессе, а идет речь о общей атмосфере, о общем климате. Объясню, почему. Значит, в принципе, мы 22-23-24 марта в этом году провели финальные постизбирательные конференции, поствыборные конференции, связанные с организацией проведения выборов парламентских. В принципе, тогда можно было сказать, что мы закончили работу по проведению парламентских выборов. Отмечу, что это была вторая декада марта. Значит, 3 апреля было принято решение о проведении местных выборов. Буквально через 2 недели после того, как мы формально закончили парламентские выборы. Для нас была доведена информация, что все-таки, скорее всего, выборы будут осенью. И вы расслабились. В какой-то степени я даже подписал распоряжение о утверждении графика отпусков летних, которое я потом успешно отменил и переложил все отпуска на более поздний период. Для нас, как и для политиков, политических партий, так же и для избирателей, важно иметь четкое представление, что и как будет в организации выборов. И поэтому мы считаем, что было бы абсолютно корректно, если бы в избирательном кодексе, допустим, появились бы какие-то четкие точки отсчета. Предположим, я не знаю, как синтагму, который мы предлагали, что, скажем, второе воскресенье такого-то месяца, я не знаю, мая, июня, сентября, октября, какое будет воля изъявления парламента. Но четко закрепить, и тогда уже все народные избранники, местные народные избранники, они будут четко знать, когда у них истекает мандат, когда следующие выборы. Так же мы знаем, когда следующие выборы, доводим все наши процедуры, именно исходя из вот этой даты. Давайте сейчас поговорим по болевым точкам, которые, безусловно, есть в каждой компании, что в парламентские выборы, что в выборы в местные органы. Без этого не бывает. Не бывает, я согласна. Ну, начнем давайте тогда со скандала, который совсем недавно на днях разразился. Я думаю, что его будут все равно вспоминать. Как бы выборы ни прошли, но будут говорить, что вот был такой момент, когда Центральная избирательная комиссия спорила с Национальным центром, как он правильно называется? Какой именно? По защите персональных данных. Он, да, он называется не национальный, он называется Центр по защите персональных данных граждан. Центр по защите персональных данных граждан. Вот я, давайте так, давайте сверим информацию для начала, чтобы это было совершенно точно. Потому что, насколько я знаю, люди из этого центра работали после того, как была некая жалоба на то, что ЦИК... Была не жалоба, был запрос гражданина Республики Молдова, чтобы данный центр проверил, на каком основании обрабатывались данные этого гражданина. Мы дали письменный ответ, что гражданины не только этого, а всех граждан Республики Молдова данные были обработаны в связи с включением их в избирательные списки. А что это были за данные? Почему этот гражданин так напрягся? Что там было? В принципе, гражданин вправе знать, что происходит с его персональными данными. А что это были за данные? Я прочитаю прямо из закона статья 39 Кодекса о выборах, говорит о избирательных списках. И я отмечу вам, что 39 статья говорит о том, что в списке включается, ну, понятно, наименование населенного пункта, номер, участка, в то же самое время имя, фамилия, год рождения избирателя, место жительства, либо место проживания, нахождение, государственный идентификационный номер, тот и ДНП наш, серия номер документов удостоверяющего личности. То есть вот эти вот документы, вот эти данные о каждом из нас включаются в избирательные списки, все эти данные мы обрабатываем в автоматическом порядке. Это не секрет, это наша прерогатива, предусмотренная законом. Ну хорошо, если это все предусмотрено законом, то почему тогда возникла такая ситуация, что на несколько часов, два с половиной часа, значит, были отключены сайты? Сайты были отключены, потому что мы приняли такое решение предоставить полную возможность спокойно провести проверку, если в ней есть необходимость. Мы не умеем и не хотим работать под каким-либо давлением, либо под каким-либо контролем. А Вы считаете, что было давление на Вас? Я считаю, что возможно, оно могло появиться. Если не в начале, то в процессе, если не в процессе, то по окончанию этих проверок и так далее. Поэтому мы письменно обратились в данный центр, попросив, чтобы данные проверки имели место сразу после выбора. После? Это важный момент. Сразу после выборов. Более того, мы высказали свою полную открытость, объяснив, что картина дел не изменится. То есть нет того, чего мы могли бы там спрятать, уничтожить, так, чтобы что-то запрятать, как-то себя спасти. Никто никого не собирался здесь ни спасать, ни обвинять, поэтому мы четко сказали, давайте проведем все это после выборов. Тем более, что запрос на проверку был на последние три года. 12-15 год. Такие проверки не делаются за час, не делаются за два. Ну, наша просьба осталась неуслышанной, не понятой, поэтому было четко принято решение отключить видимую часть сайта. Кем было принято решение? Мы обсуждали этот вопрос на двух уровнях. Центральная избирательная комиссия, члены комиссии. И поскольку мы институция, аккредитованная на базе международных стандартов ИСУ, 27001, это защита персональных данных и защита информации, и в том числе персональных данных, мы созвали комитет по рискам данного, данного по ИСУ, предусмотренный орган. А кто входит в этот комитет? Наши сотрудники, центральная избирательная комиссия. То есть, в принципе, да. Это внутри нашей институции. То есть, это юристы, это специалисты по выборам. И, в принципе, у нас есть такой комитет, мы обязаны его иметь, как институция, аккредитованная. И плюс члены Центральной избирательной комиссии мы приняли такое решение. Я подписал распоряжение о том, что сайт отключается на период проверки, на неопределенное время. Сайты. Мы считаем, что мы поступили абсолютно верно, поскольку это была единственная возможность дать проверяющим органам возможность ознакомиться и принять решение. А что, если они правы? Если на самом деле мы допускаем какое-то беззаконие. Нельзя же его продолжать. Ну, подождите, вы же сами говорили, что после выборов этим нужно. Ну, к нам явились до дня выборов. Мы просили, чтобы нас проверили после выборов, на три года. Появились проверяющие за две недели до выборов. Ну, ради бога. Мы не отклоняем право проверяющих это делать. То есть, это их законное право. А как вы полагаете, вот эти обвинения, которые потом появились, вы же наверняка читаете. Обвинения я не читал особо. То есть, я читал возмущение. А я вам тогда скажу, да, ну, за этим возмущением и стояла, знаете, такая вот красной нитью, значит, мысль прошла о том, что неспроста, что за эти три часа или два с половиной, как вы говорите, можно было, значит, в этой базе данных хорошенько, значит, там внести. Исключено по нескольким критериям. Объясню, почему. Да, ну, вы все исключаете. А я вам объясню, почему. Объясните. Ну, вы понимаете, что в этой ситуации заявление вот этого центра, который сказал, что он вас не просил отключать. Ну, а как же он собирается проверять, если нечего отключать? Ну, не знаю, вот как-то они тоже... И сейчас, вот знаете, не заведешь концов. У меня нет прошлого спецслужб, поэтому мне тяжело понимать логику некоторых сотрудников, бывших сотрудников, которых не бывают бывшими, как кстати. Но я считаю так, что если мы проверяем, если есть обвинение, то надо остановиться и подвергнуться проверке. Не так, что у меня будет гнить какая-то рана на протяжении долгого времени. Я так не умею работать. Если что-то не так, то надо отрезать. Понимаете, если у вас такая аналогия, нужно вмешиваться, значит, и прежде всего решать, это нужно оперативное вмешательство или ее нужно лечить. Если оперативное вмешательство, то когда? С моей точки зрения... То есть пациент должен быть готов? С моей точки зрения, никому не разрешено вмешиваться или влиять на проведение избирательного процесса. Никому. Если я в чем-то виновен, придите, арестуйте меня. А не так, что вы пришли, заблокировали работу, сказали, мы будем проверять. Что проверять? Почему именно сейчас проверять? Почему не за месяц раньше? А почему не за месяц позже? Почему именно сейчас? У меня много вопросов. Ну, я никогда не поверю, что у вас нет каких-то объяснений своих собственных версий. Вы не хотите ими поделить? Нет, не хочу, потому что, знаете, как в том старом анекдоте, есть ли у вас мнение? Да, у меня есть мнение, но я с ним не согласен. У меня есть определенное мнение, я обязательно приложу максимум усилий разобраться в этом, но уже после выборов. Сейчас приоритеты другие. Если кто-то думает, что сможет просто так заслать какую-то проверку или прийти самому что-то сделать и каким-то образом повлиять, или получить какой-то крючок дополнительный, не пройдет. А есть такие, которые так думают? Я не знаю. Даже если они есть, то я думаю, что они достойно получили по рукам. Вы знаете, в чем тут сложность еще ситуации? В том, что вот как-то, знаете, по злому уроку, наверное, вот именно местные выборы очень часто всяким электронным таким подвергаются. Вы имеете в виду отключение света в 99-м году? Да, и это тоже. Знаете, ну вот вы сейчас, вы вообще оптимист. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Я хорошо информированный пессимист просто. Я настаиваю на том, что вы оптимист, потому что, когда вы даете свои оценки и вероятности того, что будут какие-то проблемы, вы, как правило, смотрите на эти вещи, ну, крайне оптимистично. Смотрите, вы исключили абсолютно... Здравствуйте. Здравствуйте. О, давайте закажем. Мне кофе, пожалуйста, эспрессо. А мне... А мне американ. Спасибо. И вы, вот смотрите, сказали так. Я абсолютно исключаю множественное голосование. Потом вы, как бы так, попытались это объяснить, сказали, ну да, теоретически, конечно, я не исключаю, что в этих списках, кстати, ваши заявления могут быть мертвые. Ну и что? Да. Но это будет являться преступлением только тогда, если эти мертвые решат проголосовать. Нет, если за них кто-либо попытается проголосовать. Ну, вы, как бы... Но мы поймаем это. Перевод, я вот такой, например. Я могу еще раз объяснить, чтобы было вне. Значит, смотрите, у нас есть бумажные списки, на бумажном носителе списки в каждом участке, в списке избирателей. В каждом избирательном участке у нас по два компьютера. Кстати, я предлагаю вам, если вы хотите, поговорите о той электронной системе, которую мы будем использовать. Вы сейчас опять скажете, как перед парламентскими, что вот такая система, и будет все хорошо, и все... Да, система. Это я вас так сейчас слегка откалываю, потому что напоминаю, что вы обычно говорите. Знаете, я готов нести ответственность, в том числе за те ошибки, которые допущены, потому что это профессиональные риски. Они есть всегда. Да. Но речь о другом. Речь идет о том, что списки у нас в каждом участке, они есть, присутствуют на бумаге. Их можно, согласно 40-й статье, кстати, то, что, опять же, мало кто знает, но 40-я статья Кодекса о выборах предоставляет возможность любому гражданину ознакомиться с любыми списками. Не только данные о себе лично, как нам кто-то пытается навязать мнение, а о всех. Если я имею такое желание, это гарантировано мне законом. Я могу ознакомиться с этими данными. Когда мне говорят о том, что, а вдруг этот гражданин будет эти данные использовать в каких-то незаконных целях. Так не продавайте автомобили тогда, потому что какой-то плохой гражданин купит автомобиль и будет давить людей. Не дай бог. Или, я не знаю, там, не продавайте списки, потому что найдется человек, который сделает пожар. Законом гарантировано право допуска к этим данным всем желающим. Значит, дальше. У нас есть электронные списки. Два компьютера в каждом избирательном участке. Эти компьютеры подключены онлайн к нашему серверу. Единожды введенные ДНП больше принятия участия в голосовании не сможет. У нас у каждого с вами индивидуальный номер. Ошибка главная, которая у нас... Одна из главных ошибок, которую мы допустили в предыдущие парламентские выборы. А система, когда она стала притормаживать, то мы не предусмотрели возможности убрать множество кликов. Операторы начинали нервничать, они живые люди, они не получают нужного результата, они начинают давить множественно на клавишу Enter в компьютер. Тем самым они мультиплицируют запросы. Вы знаете, что вы сейчас делаете? Вы отвечаете сейчас на вопрос тех, которые после парламентских выборов спрашивали. У вас тоже были версии конспирологические, кстати, в том числе. Нет, объясняйте. Мы сказали, что мы не исключаем никакой версии. После этого мы разобрались. У нас есть очень детальный черт, кстати. То есть все так просто. То есть люди много раз нажимали на мышь. Это одна из деталей. Значит, у нас в участии в голосовании приняли порядка полтора миллиона людей, а кликов было больше, чем 7 миллионов. Значит, это первое. Второе. Сама аппликация по себе. Значит, мы ее тестировали. И надо здесь признать, что, скорее всего, это была наша недоработка. Мы были оптимистами. Признаю это. Вот видите. Значит, мы тестировали ее, скажем так, в комнатных условиях. В тех возможностях, которые у нас были. Сейчас, после этого инцидента, мы наняли международную компанию, которая обошлась в копеечку нашим партнерам. А сколько? Не так дорого, в общем-то. А вы не хотите говорить? Но, тем не менее, платили за это не мы и не госбюджет Республики Молдова. То есть у нас есть партнеры по развитию, которые нам в этом помогли. Безвозмездно, кстати. Безвозмездно. Провели... А, значит, только что вы говорите, обошлось в копеечку. Безвозмездно помогли. Безвозмездно помогли. То есть эти деньги возвращать не надо будет. Это не кредиты. Это ничего такого, что могло бы оставить за собой отпечаток. Вот о чем идет речь. Ну, ладно. У меня, в принципе, вопросы есть, но я понимаю, что у меня нет шансов сейчас получать ответы. Мы с удовольствием побеседуем на любые темы. Значит, провели глубокие тесты этой аппликации. Сегодня мы видим, что это ясно из тех отчетов, которые нам предоставила данная международная компания. Наша аппликация сегодня выдерживает нагрузки, те, которые нам необходимо выдерживать. То есть элементарно 4 тысячи кликов в секунду эта аппликация держит спокойно, без проблем. Хотя у нас есть в Молдове аппликации, которые держат и по 50 тысяч кликов. Я думаю, что если все пройдет так, как вы рассчитываете, то у нас очень скоро будут результаты. Так же, как и в парламентской. Если вы заметили, к 11 часам мы порядка 40%. Я была в эфире и обращала внимание, что буквально каждые 15 минут, не то что там полчаса или часа. И попрошу заметить, что не было никаких обвинений в фальсификациях, не было никаких обвинений в манипуляции голосов. Да, кому-то не понравилось, что данная партия одного такого алого цвета быстро росла. Но селеви такие голоса были. Но были обвинения другого рода. Я не могу сказать, что эти обвинения были мягче. И вы знаете, эти обвинения, они стали иметь свое продолжение. Потому что именно эта партия, которую сняли с парламентских выборов в последние практически дни, выступила с заявлением о том, что ее может постигнуть опять та же самая судьба. В местных выборах? Да. А вы не слышали этого заявления? Рената Усадов. Я не слышал, потому что... И он даже пояснил, почему. Мне интересно, да, почему. Да, он пояснил, почему. В чем его конкретно обвиняют. Обвиняют в том, что он якобы на своих митингах, или на встречах с избирателем, или на концертах, на которых он, кстати, и сам в том числе сейчас поет, он пообещал выполнить свои обещания, которые якобы он выполняет каждый год. То есть он сказал, что после выборов, потому что если он это сделает сейчас, то его 100% обвинят в подкупе избирателей. Он выполнит свои обещания. Ну, я же поэтому не согласен, давайте уже для зрителей, да? То есть это помощь, я понимаю, детям на море и 9 мая. Мы рассматривали эту ситуацию под другим углом. Значит, было сделано обещание купить и подарить городу троллейбус. И было сделано обещание подарить 200 тысяч лей, если я не ошибаюсь, 200 тысяч лей для ветеранов. Я же говорю, к 9 мая, да. То, что он как бы обычно якобы делает, да. Мы обсуждали эту тему. И мы видим здесь, и даже с юридической точки зрения, видна разница между предвыборным обещанием кандидата, я не знаю, повысить заработную плату. Я помню, как некоторые кандидаты обещали повысить на 500 евро заработную плату, до 500 евро. Вы наверняка это тоже помните. Да, не повысить, они обещали такой уровень, что принято. Да, уровень будет 500 евро, да. Ситуация другая. Я говорю о том, что предложить, внедрить какую-то социальную программу или какую-то экономическую программу сразу после прихода к власти, это одна часть избирательной кампании. А предлагать подарки за свой личный счет, это немножко несет другой оттенок. А если это спонсорство такого желания, у человека хочет помочь людям? Нет, а никто не ограничен нас спонсоризировать. Но он же не сейчас эти деньги дает, он обещает. У нас претензий к данному кандидату нет, я еще раз об этом хочу сказать. А у кого тогда есть? Почему он тогда опять говорит, вот, кто-то хочет, опять... Ну, жалобы есть всегда, и это нормально. Жалобы – это инструмент в избирательной кампании, всегда. И этот инструмент в виде жалобы, он гарантирован законом. Понимаете? То есть у вас есть такое право, у любого кандидата... То есть это была жалоба от конкурента? Да, от конкурирующих кампаний. От конкурентов, скорее всего. И вы пока не видите оснований для того, чтобы вы на них как-то реагировали? Достаточных оснований нет. То есть это, получается, политические... Ну, это нормально, еще раз говорю, это нормально. И политика вообще, она игра для людей с очень крепкими нервами. Да, вне сомнений. Да, поэтому это нормально, когда бьют, когда наносят какие-то такие вот упреждающие удары в политическом смысле слова, не в прямую, не дай бог. Но здесь, как и в боксе, здесь правило не то, как ты наносишь удары, а как ты выдерживаешь удар противника. Так что нужно стоять и двигаться дальше всем, не только одному из кандидатов. Еще одна болевая точка, на мой взгляд, это то, что именно на этих местных выборах стало совершенно ясно, что у нас процедура выдвижения независимых кандидатов нуждается в очень серьезной доработке. Поясню. Из-за сбора подписей? Конечно, потому что, смотрите, к чему мы стали свидетелями. Мы стали свидетелями парада, да, кандидатов, которые нам говорили, мы идем независимыми. А потом, когда вот все это случилось, они стали возглавлять избирательные списки партий, к которым, в принципе, не имеют никакого отношения. И знаете, я вам так скажу по-человечески, да, потому что тоже же общаются с ними. И, знаете, там даже конкуренция, конкурс был, ты от кого пойдешь, а ты вот, а ты говорил с этими, а вот на каких условиях. Это, на мой взгляд, неправильно. Что нужно делать? Две точки зрения на эту тему. Одна точка зрения. Связано с теми политическими партиями, которые находятся в регистре Министерства юстиции, но не участвуют в выборах. То есть, мое мнение, я об этом, кстати, рекомендовал в своей докторской диссертации в 2008 году, что партия, которая дважды не участвует в выборах, эта партия, по требованию Министерства юстиции, должна быть ликвидирована в судебном порядке. Потому что зачем была создана партия, если она два раза подряд не участвует в выборах? Это первое. Второе. Что делать с партией, которая участвует в выборах, но не набирает голоса, соответствующим количеством своих членов? Вот если партии у нас регистрируются минимум при четырех тысячах членов... Да, я знаю эту проблему. У нас есть политические партии, которые набирают тысячу голосов, полторы тысячи, две тысячи голосов. Опять же, не идет речь о запрете права на свободную ассоциацию граждан. Означает ли это, что вы пытаетесь бороться с сокращением числа партий? Нет, не бороться, а выводить на законный и легальный уровень всех. Первое. Второе, связанное вот с вашим вопросом. Наша избирательная система сегодня в местных выборах, она смешанная система. Мы много говорили о том, что возможно на парламентских выборах вводить смешанную систему, чтобы избирать депутатов и по мажоритарной, и по пропорциональной системе. У нас в местных выборах примары избираются мажоритарным, образом в два тура, по мажоритарной системе. А советники уже... Советники пропорциональны, с одного тура. Значит, сегодня наша избирательная система наточена на участие в выборах политических партий и блоков. Да, я соглашусь. Значит, независимый кандидат, он включен туда искусственно. Я не знаю, кто и когда это решил, включить в эту систему независимых кандидатов. Потому что это, знаете, как эта вот стая ворон одного цвета, и появляется одна другого цвета. Это противоречие системе. То есть данная наша система, она была задумана, написана, и все ее механизмы и балансы придуманы так, сделаны так, что они работают только в условиях политических партий. Когда идет независимый кандидат, он должен собирать подпись. Это очень тревожно. Я вклинюсь, позволю себе. Тревожно? Потому что, в принципе, судьбу вот этой ситуации будут решать все равно партии в парламенте. В парламенте. Парламенте никогда не будут заинтересованы в том, чтобы допустить независимых кандидатов. Зачем им это нужно? В частный случай с Кишиневым. Нам подали вкусную шоколадку, он не смог себе отказать, попробуй. Я могу даже вам свои поделиться. Спасибо. Достаточно одна. В Кишиневе потенциальный независимый кандидат на должность примара должен собрать минимум 10 тысяч действительных голосов. Да. Чтобы создать партию общенациональную, нужно собрать минимум 4 тысячи подписей. Мне кажется странным. То есть один независимый может формально... Это всего лишь подтверждает то, что я говорила до сих пор. И не только вы. Я уверяю вас, что это наша точка зрения уже на протяжении долгих лет. Но пока не реализована, не доведена до финальной точки. С нашей точки зрения мы это обсуждали неоднократно, в том числе на международных конференциях. Наша избирательная система, наш кодекс о выборах сегодня смотрит на независимого кандидата как на чужое тело. Как на инородное такое. И нежелательно. Почему? Потому что если партия, вот здесь у нас переход от одного цвета к другому, партия, переходя эту границу, начинает избирательную кампанию. А независимый кандидат, переходя эту границу, только получает списки для сбора подписей, потом собирает эти подписи, потом эти подписи проверяются. Соответственно, он теряет как минимум дней 10 из избирательной кампании. Потом партия получает фонд избирательный, сегодня это 57 миллионов, и независимый конкурент получает гораздо меньше избирательный фонд, исходя из того округа, где он выдвигает свою кандидатуру. То есть есть противоречия. Я понимаю, что партия это много тысяч кандидатов. Сегодня, кстати, у нас на этих выборах участвуют, если брать количественно, то более 60 тысяч человек только в качестве кандидатов. По спискам партий, независимо. Блоки у нас, два блока избирательных. Ну да, страна активно у нас уже принимает участие во всех избирательных кампаниях. Это неплохо, это хорошо. Ну, с одной стороны, да, я соглашусь с вами. Предлагаю сейчас уйти на рекламу, потому что у меня есть еще ряд вопросов, чтобы сейчас вы и шоколадку мою в том числе доели. Реклама на 21 канале. Вы смотрите Прилюдно, и я продолжаю свою беседу с Юрием Чаканом. Освещение в средствах массовой информации этой кампании. Я знаю, что некоторые кандидаты, вот ролики, например, этих кандидатов, они были или запрещены, или как бы критиковались. И билбордов это касается, например, да, потому что там были конкретно названы фамилии, значит, с обвинениями. Вот, поэтому на этих основаниях. Это были единичные какие-то случаи? Либо вот в целом, я читаю вот отчеты, как освещаются. Нам была доведена до сведения информация, то есть была даже подана жалоба, именно о том, что был запрет на определенный текст на билбордах. Значит, мы высказались категорически против и указали примарии муниципе Кишино, потому что речь шла о Кишино тогда, что это является неправильным, когда примария занимается такого рода цензурой. Нельзя, почему? Потому что, во-первых, закон о рекламе в статье 2 говорит о том, что политическая реклама не подпадает под действия закона о рекламе. Политическая реклама регламентируется избирательным кодексом. Это четко прописано в законе о рекламе. Первое. Второе. 47-я статья кодекса выборов, где говорится о избирательной агитации. Или само понятие агитация говорит о том, что любой кандидат вправе проводить как агитацию за себя, так и агитацию против своих конкурентов. Это абсолютно нормальное правило, принятое в любом демократическом обществе. И также кодекс о выборах гарантирует право говорить в период избирательной кампании о качествах политических, своих или своего контракандидата. Политических, профессиональных и персональных качествах. Прошу отметить. И если какой-либо конкурент на выборах считает, что выборы будут организованы лучше без Юрия Чокан, то он вправе это написать на билбордах. И никто не вправе ему это запретить. Вот такая у вас позиция. Мы эту позицию дали письменно. Хорошо. Сама вот как бы компания, она летом всегда не исключает рисков по явке. В 2005 году у нас явный пример был. Кстати, тогда тоже Зинаида Гречанная баллотировалась. Сегодня есть люди, которые, скажем так, не до конца уверены, что народ выйдет. У вас есть какие-то по этому поводу размышления? Мы делали определенные анализы. И наше мнение, что явка будет порядка 55%. То есть, а нужно всего лишь... 25% с плюсом. Плюс один. То есть... 25% плюс один голос. Это будет достаточно для того, чтобы выборы считать действительными. И я попрошу вас отметить эту деталь. Если в парламентских выборах есть одна треть, минимальная явка, общая по стране. То есть, это говорит о том, что, скажем, давайте образно проговорим. В одном населенном пункте у нас явка 100% или там 90%, а в другом 10%. То берется усредненный показатель. То на местных выборах явка считается в каждом населенном пункте отдельно. Потому что мы проводим 898 маленьких избирательных компаний. Маленьких или не очень маленьких, но самостоятельных избирательных компаний. Свой кандидат, свой бюллетень, свои советники, свой районный совет или муниципальный совет. То есть, это отдельные выборы, которые проходят по общим правилам. Но избирательные компании везде разные. Потому что, допустим, в Кишиневе, скажем, проблема, я не знаю, образно говоря, пролета птиц над городом. То в другом населенном пункте этой проблемы нет. Там над ними птицы не пролетают. И они это не обсуждают. То есть, у них болит голова о другом, допустим. Ну хорошо, вот если там явка будет меньше 25%, то через 2 недели будут повторные выборы? Точно так. Вы хорошо осведомлены. Именно так. Ну просто я помню эту ситуацию. Да, именно так будут повторные выборы с теми же кандидатами, с теми же избирательными списками еще раз. Если не во всех округах изберут мэров с первого тура, то также через 2 недели мы организовываем второй тур. Там, где не был избран с первого тура. А для того, чтобы избраться с первого тура, нужно из количества проголосовавших получить более чем 50% голосов. Я помню эту ситуацию. Сейчас хочу поговорить на тему не очень такую оптимистичную. Но тем не менее, они стали все чаще писать. Вот смотрите, эти выборы проходят на неблагоприятном, я бы сказала, политическом фоне. Вы это понимаете, потому что... Если вы говорите о геополитике, то... Нет, и не только о геополитике. Я говорю в том числе и о протестах, свидетелями которых мы с вами становимся. Мы знаем, что и в воскресенье 7-го будут протестовать люди. Мы знаем, что и 10-го люди будут протестовать. Мы знаем, что обстановка не очень была благоприятна еще и потому, что вы помните историю с найденными коктейлями Молотова, боеприпасами там какими-то... Да, я видел это в телевидении. Это дало повод некоторым говорить, что в стране может сложиться такая ситуация, я тоже аккуратно формулирую, когда некоторым силам будет выгоднее, чтобы эти выборы все-таки не состоялись. И для этого у них могут быть некие даже вполне законные причины. Это важный момент. Поясните, пожалуйста, каковы с точки зрения закона могут быть причины, чтобы в принципе у нас такое могло произойти? Не дай бог, конечно. Да, согласен с вами, что не дай бог. Мы сторонники того, что выборы должны проводиться и власть должна напрямую избираться народом. Местная либо центральная. Ну это да, сторонники не сторонники, закон так велит. Все наши усилия мы предлагаем именно к этому. В то же самое время хочу воспользоваться случаем, я вернусь обязательно к вашему вопросу, но хочу еще раз предостеречь всех наших граждан, которые так или иначе хотят высказаться в рамках вот этих митингов. Я не люблю слово протест, потому что это встреча избирателей или встреча горожан. Встреча избирателей, это либералы заявили, например. Которые высказывают свою точку зрения. Понимаете, оно может быть как в поддержку, хотя у нас нет такой моды проводить митинги в поддержку. У нас любят против, у нас вообще дружат против. Да, не с кем-то, а против кого-то. Да, абсолютно точно. Либо против какой-то идеи. То есть это в принципе гарантированная Конституция с законом права. Та же Конституция говорит о том, что орган, который назначает выборы, в данном случае парламент, может эти выборы перенести в случае, если в стране будет объявлена военная ситуация, война, либо чрезвычайная ситуация. Это может быть какие-то, я не знаю, атмосферные явления или, я не знаю, социальные явления. Но опять же, старые эксцепционалы, оно объявляется опять же парламентом, не просто так. Я не верю в эти сценарии. Я слышал об этом, но я не верю, что это может быть. Это слишком апокалиптически абсурдно. Суд народа, он самый главный, и вот это выборы. Понимаете, это надо явиться перед избирательными и получить свой, вот он доверен, насколько он есть, большой или малый. Ну да, я рада, что вы признаете, что вы об этом слышали, потому что один из конкурентов об этом прямо говорит, и он намекал именно на чрезвычайную ситуацию. Ну потому что это единственная возможность закона это провести, понимаете. Поэтому, скорее всего, юристы показали тому или иному кандидату, что вот это единственная законная возможность. Но я хочу обязательно донести нашу точку зрения до телезрителей. Если вы принимаете решение участвовать в тех или иных массовых акциях, пожалуйста, надо внимательно слушать, внимательно смотреть, что происходит вокруг вас. Не поддавайтесь никакому провокационному влиянию на какие-то незаконные действия. Например? Ну, например, я не знаю, там силой захватить какое-либо здание. Это вы к тому, что вот Актиуня 2012 обещает в это воскресенье это сделать? Я не слышал эти обещания, но я читал в масс-медиа о том, что возможно разные сценарии. Поэтому мы призываем всех граждан не поддаваться на такого рода провокации и не доводить ситуацию до силовых вариантов. То есть провокация может быть только в этом? Ну, я не знаю, провокаций, наверное, может быть много. Я не большой специалист по провокациям. Но, с другой стороны, я считаю, что вот меня, как гражданина, спровоцировать будет очень тяжело, потому что я стараюсь все время следить за своими действиями и четко знаю, что можно, а что нельзя делать. Вот также я хочу попросить наших избирателей четко понимать, что можно, а можно протестовать, можно открыто высказывать свое мнение, можно быть несогласным. Это можно, это гарантированное право Конституции и законом. Но в то же самое время нельзя громить, нельзя поджигать, нельзя бить других людей, нельзя силой захватывать здание. Ну, смотрите, конкуренты будут устраивать акции свои, вот марш будет, опять же, одна из партий, его заявила 10-я, 10-я, да, я говорю об этом. Мы слышали, получили эту информацию, да. Да, вот скажите, пожалуйста, что на этом марше делать можно, а чего нельзя? А я же говорил о том, что вы сейчас говорили. У нас есть закон о собраниях, Ленчик Прилан Труниль, там четко все прописано. Понимаете, мы строго соблюдаем закон, и мы призываем всех делать то же самое. Право на протест, право на недовольство или право на митинг, он гарантирован всем, кому угодно. Опять же, я говорю, плохо с моей точки зрения, что в Молдове нет такой моды проводить митинги в поддержку чего-то. Я очень часто это вижу в разных других государствах, где согласно с определенным решением поддерживают, или наоборот, выдают поддержку народную дополнительную для то или иного решения. У нас, к сожалению, как вы говорили, дружат против чего-то, да, и либо собираются протестовать. Но это право тоже гарантированно, его надо соблюдать. Но, опять же, с соблюдением норм закона, без насильственных приемов. Это очень важно. Еще одно нововведение, за которым вы должны были пристально следить именно в этой кампании, само слово нововведение, да, это то, что была запрещена агитация иностранными гражданами. Привлечение для участия в агитации или использование агитационных материалов иностранных граждан. И не только иностранных граждан, там еще и издания, символы, флаги и так далее. Вот как с исполнением этого закона? Потому что уже некоторые, например, вот визит понты сюда, они расценили именно как агитацию. Он же встречался с определенным рядом людей. Вот вы, например, считаете, это агитация, не агитация? У нас, во-первых, не было никакой официальной жалобы на этот момент. В связи с тем визитом, я уже не помню, сколько недель назад он был. Ну был, да, но была кампания уже. Ну да, то есть жалобы у нас не было на эту тему. Я даже и забыл о том визите, вот сейчас вы мне напомнили об этом. Да. У нас, помните, был с вами прецедент на ните с визитом президента Болгарии в 2005 году на парламентских выборах. Я помню, это очень хорошо. Но мы с тех пор революционировали, и мы очень четко понимаем, что именно предписывает закон, и как именно нужно вести себя в той или иной избирательной кампании. На данный момент я повторюсь о том, что у нас жалоб, либо каких-то мы других действий сами не видели, которые противоречили бы именно этому новому пункту закона. То есть мы не зафиксировали. Да, у нас были там некоторые вопросы по появлению фотографий иностранных лидеров в партийных газетах. Да. Мы высказывали мнение, что партийные газеты, они да, появляются, они подпадают под эту норму закона, но выходили на то, что все-таки там либо это новость, либо еще что-то. То есть агитации прямой. Ну смотрите, и вам в помощь, очевидно, все-таки Координационный совет принял решение о запрете канала, на который часто жаловались. Я имею в виду Россия 24 права. У нас не было, мы не запрашивали это, это были другие. Ну я понимаю, но я знаю, что вы вообще, вот я помню, после парламентских выборов вы высказывались, вы считали, что имела место пропаганда, и которая повлияла на выборы, например, Башкана, вы говорили, да? Да, потому что было использовано, ну на всех фактически иностранных каналах была та или иная информация избирательного характера. Появлялись как местные политики, так и иностранные политики с теми или иными месседжами избирательными. Также у нас было, вы видели, у нас на билбордах было очень много иностранных политиков, как западных, так и восточных. С нашей точки зрения, при нашей, в географическом положении первое, при нашем малом территориальном размере, да? Мы все-таки должны биться за свою независимость, за свое личное мнение, а не за мнение какого-либо другого из-за рубежа. Поэтому было, я считаю, что это было принято парламентом, именно это положение закона. Хотя, опять же, закон есть, но четких инструментов, как именно его дословно исполнять, мы пока находимся в поиске этих инструментов. Слава Богу, что не было инцидентов, которые нам пришлось бы принимать жесткие решения. Ну и последний момент, и со скандалами, я думаю, можно уже завершить, это то, что все следили за судьбой одного кандидата, и, как ни странно, это был не кандидат на пост генерального примара Кишинева, а это кандидат на пост примара Аргеева. Я сейчас говорю, значит, об Илане Шоре. У нас, по-моему, так, я не помню, что были такие прецеденты, чтобы человека, значит, думали, как из-под домашнего ареста выпускать, не выпускать, то есть в плане того, чтобы он мог вести агитацию. Значит, на самом деле не было таких прецедентов. Не было, это вот тоже впервые. В законе оговорена такая ситуация, и я хочу отметить, что факт того, что на человека возбуждено уголовное дело, или что человек является фигурантом в тех или иных уголовных делах в одном или в нескольких, не может препятствовать участию в выборах. Право быть избранным может быть ограничено только окончательным решением суда, где будет четко прописано, что человек ограничится в своих гражданских правах именно в праве быть избранным. Сегодня у нас на данного кандидата, который вы говорите, или у нас еще очень много дискутировалось на тему более северного кандидата, тоже, что там много уголовных дел у одного из кандидатов, и вот нужно принимать решение. Нет, здесь не может быть никаких решений, пока не будет вынесено окончательное судебное решение. То есть только суд может определить данное в данном случае? Окончательным решением, ограничив гражданина в его правах быть избранным. Хорошо, вот если северный кандидат у нас есть, аргейский кандидат, еще, наверное, есть какие-то кандидаты, вот смотрите. Довольно много у нас кандидатов, которые являются под следствием. Довольно много, которые являются под следствием. Вот хорошо. И вот после выборов, ну, допустим, через две недели состоится заседание суда, и кандидат, например, ему выносит приговор, говорит, виновен. Без персонали. Сейчас так, теоретически мы говорим. Это что будет означать? Новые выборы? Да, если, я не знаю, того или иного гражданина примут под стражу, отправят в места лишения свободы, то это автоматически означает, что он лишается мандата народного избранника. И там назначаются новые выборы. Если он приговорен к сроку, но не заключению в пенитенциарном учреждении, но он приговорен, опять же, значит, он лишается мандата народного избранника, организовываются новые выборы. Да, сложно все у нас. Но в то же время, если следовать закону, то, наверное... Мы смотрим на эту ситуацию как на часть закона, где превалирует презумпция невиновности, и виновность гражданина любого должна быть доказана в судебном процессе. Если эта виновность будет доказана, суд вынесет ему наказание, тогда, соответственно, мы будем действовать уже в рамках той ситуации. Потому что сегодня, когда мы с вами пьем кофе, дискутируем, шансы любого из них 50 на 50. То есть есть часть, которая говорит, что он виновен, и есть другая часть, которая говорит, что он невиновен. Поэтому нельзя ограничивать их шансы. Ну что, я получила ответы на множество своих вопросов, но вы знаете как, у нас еще остается с вами немного времени до этих выборов. А если мы еще учтем, что будет в очень многих, ну, по крайней мере, на прошлых местных выборах был второй тур. Порядка 45% не будут избраны мэра с первого тура. Да, то есть я понимаю, что придется работать практически еще до конца июня. И я, наверное, пожелаю вам, и здесь я не ошибусь, чтобы как можно более спокойно прошли вот эти последние дни предвыборной кампании, без скандалов. Мы очень на это рассчитываем. И чтобы было поменьше жалоб и конкурентов друг на друга, и конкурентов на вас. Ну, дай бог. Хочу воспользоваться случаем, еще раз напомнить нашим избирателям, чтобы за оставшееся время до выборов проверили свое удостоверение личности дома, убедились, что они действительные, что не истек срок действия этих документов. Ну, про советские паспорта мы и не говорим, они и в прошлой кампании были запрещены. Но документы должны быть действительные, то есть сроки действия документов. Это очень важно. Ну да, и будем надеяться, что хоть кто-то из гастарбайтеров все-таки вернется, может быть он проголосует. Кстати, нельзя голосовать за рубежом. Да, поэтому я знаю, что это такое положение, которое вы лично там думаете, соглашаться с ним или нет. У нас есть на эту тему свое мнение, но сегодня мы подчиняемся строгости законов. И я вас понимаю, почему. Спасибо вам за эту беседу. Вам спасибо. Удачи вам, чтобы компания и сами выборы прошли без эксцессов. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдный». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова